Всем доброе утро, мои дорогие! Как вы понимаете, судя по сюжету, сегодня очередное приобретение мною архидейки из торгового центра, садцентра Эпицентр на Героев Труда в городе Харьков. Вы даже себе представить не можете, какие эмоции я сейчас испытываю, потому что, посмотрите, это альбуфера. То количество бутонов, которые сейчас находятся на ней, свидетельствует о том, что растение не просто в порядке. Она в расцвете сил. Вы обратите внимание на ту высоту цветоноса, которую я сейчас максимально пытаюсь зафиксировать видеокамеры, потому что это очень сложно сделать практически. Растение безумно высокое. Мне кажется, оно по праву заслуживает мидстатус королевской орхидеи. Хотя в чеке сказано, что это у нас орхидейка на один ствол. Я ее приобрела по цене 189 гривен и купила кору сосновую за 20 с чем-то там гривен. То есть это вот такие покупки были совершены. Но это абсолютно не реклама торгового центра. Я не сотрудничаю с этой сетью. Это просто мои собственные приобретения, которыми я делюсь вместе с вами. И, конечно же, все эти эмоции, которые я испытываю, я демонстрирую вам на камеру. И, конечно же, те советы, которые я хочу рассказать, поделиться, я совершаю с момента покупки до дальнейшего хода уже за ней дома. Вот такара, которую я вам рассказываю, которая мне безумно нравится. И сегодня решила вам тоже заснять видео, потому что многие спрашивали и интересовались. Ну что, предлагаю вам непосредственно приступить к самому приятному сладкому распаковке. И потом мы вместе с вами еще пожужжим на тему альбуферы, на тему растений, которые можно приобрести, принести с собой. Потому что очень часто мы зачастую делаем сверхуход. То есть мы залюбливаем растения, те, которые в этом принуждаются, приходя к нам домой, принеся. Потому что есть обработки, которые будут показаны, а есть, которые противопоказаны. Давайте этого придерживаться и не делать над уход тот, который может, наоборот, навредить. То есть все риски, они не доходят до той пользы, которую может получить растение в процессе лечения. Или же в профилактике. Посмотрите, вот она открывается. Вы можете себе представить, что это соцент, и это альбуфера за 189 гривен на одну ветку, высокой. Это практически королевский фаленопсис. Сейчас фокус мы плавно переместим. Я вам покажу обязательно сейчас корневую систему. Вы вместе со мной порадуйтесь. Давайте сейчас на минутку умолкну, когда снимаю пакет, потому что потом смотрю ролики, и так сильно шуршит пакет, ничего не слышно. Сейчас, секундочку, потерпите. Я делаю это очень-очень аккуратно, потому что высочайший цветонос. Освобождаю эту по праву королевскую фаленопсис. Вот, еще у нас там другие красотки. Сегодня участвуют в съемке. Вот я показываю вам ее. Батву, куст. Сейчас пакет нас покидает, не мешает любоваться всеми красотами. И вместе с вами осмотрим, конечно же, состояние корневой системы. Полюбуемся на ее, потому что, поверьте мне, там есть на что посмотреть. Ну а сейчас, наверное, самое вкусное, то, ради чего мы сегодня собрались. Осмотр цветения. Я делаю максимальный фокус. Чтобы вы вместе со мной насладились ее красивым цветением. Вы знаете, у меня большая коллекция, но альбуферы у меня не было. Вот есть хотелки, о которых ты так давно мечтал. Ты так хотел, чтобы они были у тебя. Но, Таша, честно говоря, я не надеялась, когда шла в эпицент, что там может быть альбуфера. Это очень восковое растение. Она очень красивая в жизни. Я не знаю, возможно, у меня цветопередача немножечко будет врать. То есть она немножечко будет съедать сам цвет. Но это настолько красивое растение. Посмотрите, какое качество бутонов. Вот вы знаете, когда я вижу на орхидейке такое количество бутонов, свежих, здоровых, они все откроются. Есть бутончики, которые такие, знаете, не стрессоустойчивые, которые еще не достигли того размера, который может растение выдержать, адаптировать после покупки, принеся домой с улицы, когда будет резкий перепад температур, смена условий содержания. Вот я пытаюсь по-разному, по-разному, по-разному крутить, чтобы вы вместе со мной осмотрели цветение это. Вы можете себе представить альбуфера 189 гривен. И когда я ее увидела, я тут же метнулась, я так побежала, потому что вы, наверное, понимаете, мне прекрасно, когда сбываются ваши мечты, и это вполне за адекватные цены, потому что, конечно же, вы сами, наверное, обратили внимание, что у меня в последнее время особо участила съемка распаковок новых орхидей. И, конечно, мы же понимаем, что нужно как-то все это делать с умом, и дабы не било по кошельку и не ущемляло права наших членов семьи, потому что, конечно же, тратить деньги попросту, наверное, не рекомендовано. Именно поэтому я всегда не ленюсь и делаю съемочки, обзоры в торговых сетях, потому что там можно приобрести орхидейки за весьма адекватные цены. Потому что я точно так, как и вы, сижу в разных группах архаманов, смотрю все эти цены новых обзоров, и, конечно же, я удивляюсь тому, как может быть сильная наценка на растения, особенно сортовые. То есть вы можете себе представить, по какой цене бы шла альбуфера с таким длиннющим цитоносом, то есть здесь намного, здесь, наверное, сантиметров сто, я вам скажу. Вот там на заднем плане эта орхидейка беклипча, которую я купила вот недавно. Давайте. И она очень высокая. Вы посмотрите, какая сравнение альбуфера. То есть вот она еще в половину, еще больше. То есть сантиметров сто, наверное, где-то. То есть это по праву реально королевский фаленопсис. И смотрите, сейчас покажу вам получше корневую систему. Так, сейчас фокус, чтобы у нас не терялся. Пакетик, извините. Все у нас здесь. Рабочая обстановка абсолютно совершенно. Посмотрите, какой красивый воздушный корень. Он толстый. Вы знаете, я не буду его снимать. Да, я вижу, здесь есть механическая травма, механическое повреждение. Небольшое абсолютно. Оно не сильно будет влиять здоровью. Благодаря тому, что корень находится на воздухе, то никакой гниль, она не пойдет выше снизу. Она там подсохнет. Легкая-легкая вот эта ранка затянется. Ничего страшного, как сами понимаете, это в принципе неизбежно, потому что, посмотрите, какой он толстый. Практически мой палец, хотя у меня рука такая, она не маленькая. И вот я вам еще показываю, какая корневая. Вы знаете, когда я взяла в руки этот горшок, помимо того, что я знала, что я ей возьму 100%, потому что это сорт, о котором я мечтала. Вот это тот случай, когда карта совпала. То есть иногда берешь сорт, вам показывала, да, вот даже взять этот беглипчик, у которого из точки роста идет цветение, вот некоторые мне написали, что там есть пожелтение. Я вижу все это. Оно небольшое, оно не критично. Именно поэтому я даже его не прокомментировала. Я даже никак не коснулась этой темы. Это пожелтение, это абсолютно несущественное. Так бывает, особенно, когда растение идет без точки роста. И вам покажу. Возможно, не в сегодняшнем видео, потому что не хочу лезть в телаж, я сейчас коснусь туда, там ботва, мне просто, я там утону. Поэтому давайте в следующем ролике я расскажу, как орхидейки без точки роста могут и по жилкам делать пожелтение идти, и по краям, вот кончики буквально, и при этом прекрасно существовать, расти дальше без каких-либо рисков на возможное развитие потенциальной грибковости. Это не так, это неправда, бояться этого не стоит. Итак, еще вот показываем корешочки. Вот я даже не осматривала, пробит ли сорт, потому что я его прекрасно знаю, вот это тот случай, на корни, воздушные. А знаете, что еще немаловажно? Вот я уже настолько сильно привыкла, знаете, снисходительно относиться к растениям, особенно те, которые мне нравятся изначально, которые вот сорта, о которых я давно мечтала, мои хотелки. Что я даже, знаете, отношусь к ним так снисходительно, в принципе, прощаю какие-то недостатки корневой системы, некачественную кору, мелкая фракция, с краплениями какими-то, знаете, сильно влагоемкими. Посмотрите, какого качества кора здесь, у альбуферы. Вы знаете, я так сильно впечатлена хорошему завозу в этот раз, обратите внимание, наверное, видеообзор, распаковка, будет следующим, после обзора в эпицентре. Поэтому я вам настоятельно рекомендую зайти в предыдущее видео, это будет обзор из эпицентра. И обратите внимание, особенно на первую часть видео. Вот я там показывала, я специально начала с того момента, потому что там самый свежий уголок. Я сразу его глазом заметила, и, кстати, в том уголке, вот я взяла вот это растение, альбуфер, вот я ее там заметила, в хащах таких вот непроходимых. Поэтому вот именно с того уголка начало видео, если не хотите смотреть до конца длинное видео, да, 20 минут, то хотя бы начните с самого начала. Вот если что-то вам понравится, то тут же метнитесь туда, в эпицентр. Там вот именно свежий завоз, вот с такой корой. Видите, видимо, хороший, качественный поставщик. Вот что у нас здесь за поставщик, сейчас посмотрим. Повыше поднимемся. Вот. Здесь какой-то флоростолк, я не знаю, но это, конечно же, не декором, но вот я вам скажу, обратите внимание этого производителя. Кора, не побоюсь этого слова, по-моему, это пение. Самая лучшая кора из существующих. Совершенно бесплатно уже у вас в горшке. И, кстати, коль я за кору поговорила, просто попробуйте. Это тоже не реклама, я никак, абсолютно никакого отношения не имею к этой торговой марке или к этому бренду. Вот. Возможно, кстати, у вас в вашем регионе, в России, такую кору не продают, но конкретно вот за Украину, вот, девочки, просто попробуйте. Вот 20 гривен, вот честно, это даже вот просто мой совет. Это не реклама, поэтому, как бы, с того, что вы попробуете или нет, ничего не будет. Я ничего за это не получу, но при этом, вот я делюсь. Вот эта кора, та, которая у меня сейчас растут, мои старушки особенно. Вот я сейчас, в последнее время, вы, наверное, заметили, что у меня как-то уменьшилось видео на тему пересадок орхидеи. Это правда. Конечно же, это связано в большей степени по причине загруженности, то есть по причине того, что большая нагрузка, и я физически не успеваю, знаете, заняться так, чтобы нормально сесть и полноценно, тщательно, вот так вот заняться каждой орхидейкой. Да, точно, потому что я люблю так. Если я начинаю заниматься пересадкой, у меня должно быть все подготовлено, должно быть все уже под рукой, все простерилизовано, все очищено, все у меня должно быть, вот знаете, а, как сами понимаете, это очень много занимает по времени, поэтому сейчас пересадки очень сильно у меня уменьшились, и поэтому конкретно последние орхидейки, я не могу похвастаться, что они в этой растут коре, но я прикупила, потому что нас ждет много чего, я хочу заняться еще реанимацией от моей орхидейки, которую я давно на нее смотрю, это моя домашняя, и я бы хотела, конечно же, ей помочь, и я сразу, когда я увидела эту кору, я поняла, беру ее и буду вместе с вами заодно и покажу и кору, и как я анимирую, и почему мне нравится эта кора, расскажу все в контексте. Так, показываю вам еще вот эти тени, и, кстати, мы совсем забыли снять это нос с вами, сейчас я ее делаю фокус, вот, показываю на разных на разных расстояниях фокусных, чтобы вы хоть немножечко понимали, какая она высокая, вот я не знаю, вот вы можете, я не знаю, вот посмотрите на маленький беглип, это нас миди, беглип миди, а вот там стандарт беглипчик очень высокий, я думала, этот у меня самый высокий, да, я видела, у меня есть королевская орхидея, у меня там действительно это нос, вот, как это, 100 сантиметров, это же получается еще же наклон, бутонов, сейчас ее переверну, видите, то есть она идет каскадом, и кстати, вот здесь тоже посечка, мне кажется, она активная, вот знаете, я когда-то только поделилась такими приятными впечатлениями, когда я видела, что две орхидейки, эта и другая, восковая, пустили там по цветоносу, и мне так все написали, что и на это пусто цветоносы, то есть они в принципе и пребывают в таком состоянии спячки, то есть и возможно вам повезет они проснутся, согласно им полностью, будет так, буду рада, не захотят меня еще раз какими-то приятными новостями разбудить то, значит на том оно и спасибо, главное, чтобы были здоровы, мне в принципе особо не стремлюсь к какому-то, знаете, излиществу, по цветению, то, что есть, довольны этого, так вот, давайте я сейчас наверное приближу, потому что я иногда рассказываю, смотрю в камеру, что показываю, вот так, аккуратно, сейчас у меня фокус, фокус перестал работать в самый неподходящий момент, ладно, давайте, чтобы я не отключила съемку, я сейчас хочу сегодня снять, знаете, без монтажа, получится, не получится, будем смотреть, давайте я еще раз попробую на дальнем расстоянии сфокусировать, поверьте мне на слово, пожалуйста, извините, вот заранее, вот прошу прощения, вот не могу фокус, боюсь сейчас как-то нажать на кнопку и собьется у меня съемка, сегодня не хочу без монтажа, потому что это время, девчонки мои, я и так сегодня, как если вы обратили внимание, вчера, по-моему, позже добавила видео, в общем, вот здесь идет прям ответвление, красивое, вы знаете, я думаю, мы сегодня, еще, у нас есть небольшое количество у меня времени, аккуратненько постараемся ставить новый держатель и прикрепить там альбуферку, сейчас я попробую, или может это сделать, нет, давайте, знаешь, как, мы сейчас замульчируем, потому что сейчас мы начнем с самого главного, основного, потому что сейчас съемка у меня собьется, потом буду пожалеть, что не начала с того, что аккуратно замульчировать, и так, поскольку корневая здесь абсолютно совершенно полностью здоровая, то мы можем уже поставить наш кашпо, вот так я это делаю, и легким, аккуратным слоем замульчировать пхом, корешок еле-еле поместился, замульчируем пхом и потом уже снимется у нас, держатель, так, извините, ух, съемка, режим, прямой эфир, конечно, иногда напрягает меня так, увлажняю ног, потому что я люблю это и комфортно в работе, и растения потом после полива я сразу не увлажняю, корни там просушены, они в принципе готовы сейчас попить, но я знаю всегда и рекомендую вам, вы видели, я только что приносила растение, я его только что при вас распаковала, и максимум, что я могу сделать, это аккуратным, легким слоем, таким, не сильным, знаете, вот шапкой, аккуратным, таким вот мульчирующим слоем, помочь растениям не допускать пересыхания воздушных корней, это очень важно, я призываю вас поступать так же для своих растений, это потом вы заметите разницу, вот вы спрашиваете у меня про уход, я вам отвечаю, чаще всего все вопросы сводятся к химическим причинам, как заставить, как стимулировать, как помочь, я за помочь растениям порадовать вас пышным цветением, вот аккуратненько, а то, что мои растения растут в какой коре, какой компонент, какой мульча, какой полив, почему у всех разный подход к растениям, почему одну мы ставим на погружение, и тут же вторую ставим на простое опрыскивание, еще и щадящее, очень легкое по краю, поэтому обращайте внимание, возможно, не все успеваешь озвучить, всегда следите за результатами, вот вы видите, вот я всегда фотографирую в аккаунте в инстаграм красивых своих орхидей цветения, вот вы обращайте внимание и то, в чем они растут, замульчированные ли они, что еще вот я могла им такого дать, что им так понравилось, и они у меня такой грозью стали цвести, оно же все видно сразу, и обращайте внимание, вот растение красиво цветет, и еще посмотрите на куст, если растение красиво цветет, но куст такой, знаете, очень и очень бедноватый, значит, делайте свои выводы, растение не все нравится, хотя с виду, казалось бы, и не скажешь, потому что красивая пышная грозь цветения, но на самом деле всегда вот и обращайте внимание на листья, я когда фотографирую, я стараюсь с листьями фотографировать, чтобы люди видели, что растение не нравится, что растение счастлива быть в такой посадке, и так, вот, такую красоту мы получили, сейчас я это все приберу, извините, пожалуйста, рабочий момент, сегодня я все-таки, наверное, смогу, постараюсь управиться без склеек, без монтажа, и поэтому вот, такое немножечко, знаете, живое с вами общение, вот, по поводу прямых эфиров, конечно, говорить рано, но, в принципе, если будет какая-то активность на моем канале, вы же знаете, я за любой кипиш, кроме драки, поэтому, делаем такое эмульчирование, и потом, я, наверное, уже еще и подумаю, снимать этот цветонос, или же, возможно, оставлю, в любом случае, вы увидите фотографию у меня в аккаунте, в инстаграм, в фейсбуке, и здесь, в записях сообщества, я тоже часто делюсь, поэтому, потому что, мне кажется, сейчас могу не успеть, ну, давайте я попробую, у меня это фото, камера, и она пишет 20 минут, если она будет писать 20 минут одну секунду, она будет считаться видеокамерой, и стоит, конечно же, в два раза дороже, поэтому, конечно же, будем следить за тем, как будет развиваться мой канал, и если все будет идти хорошо, то, конечно же, я задумаюсь о том, чтобы приобрести камеру попрофессиональней, покруче, и получше, итак, посмотрите, какой огромный цветонос, я уже, наверное, закреплю его вне съемки, потому что, мне пишет камера, осталась 30 секунд, давайте я вам зайти 30 секунд, покажу еще вот ее красавицу, и вы вместе со мной порадуетесь, смотрите, какой он большой, вот я сняла цветонос, и еще больше, мне кажется, вот подчеркнула его высоту, он огромный, такая красота, я уже жду, я уже ждусь, пока поставлю на полку, наверное, это будет верхняя, потому что, вы можете себе представить, даже не по месяцу, на верхней полке, будут красоваться с моими королевами, потому что у них, да, у них такие ценности, всем огромное спасибо за внимание, всем пока, люблю и целую,